Домой с наградами. В Ненецкий округ вернулись юные воспитанники школы спортивных бальных танцев. Спортсмены достойно представили Заполярье во всероссийских соревнованиях сначала в Перми, а затем в Екатеринбурге. С ребятами и их родителями пообщалась Наталья Кислякова. Елисей Локтев и Алиса Дуркина представляли Ненецкий округ на турнире Кобоксозвездия в Перми. Ребята занимаются спортивными бальными танцами уже более шести лет. Правда, в паре друг с другом не так давно. Однако, это не мешает показывать отличные результаты. Мы стояли в паре всего два месяца. Нам было тяжело сначала друг к другу привыкнуть. Но для первых соревнований в втором месте тоже очень хорошо. Вот у меня друг ходил. Я увидела, как он танцует. Я тоже захотела. Вот я до сих пор занимаюсь. Меня отправили родители сюда. И как раз потянули за собой его друга. Вот так. Алиса танцевала еще в садике, поэтому выбор родителей, куда отдать дочь, был очевидным. Зоя Дуркина, мама девочки, признается, сложно было сделать выбор в плане танцевального направления. Ну, наверное, все-таки это нереализованная мечта родителей. Всегда родители дают предпочтение тем видам, которые когда-то сами хотели бы заниматься или занимались. Поэтому выбор был именно сюда. Связано с тем, что все-таки хорошая физическая подготовка, плюс осанка, умение держаться на сцене, на публике. То есть много причин было, по которым выбрали именно это направление. Но то, что танцы, это было однозначно. По выбору танцев выбрали этот вид. Еще одна очаровательная пара – Юля Маркова и Никита Соловицкий. Спортсмены достойно выступили в Екатеринбурге в турнире по латиноамериканской танцевальной программе. Ребята привезли на родину второе место в возрастной категории 6-7 лет. Мы бы хотели в следующий раз, еще раз бы поехать, только там уже занять первое место. А я бы хочу поехать в другой город, чтобы там занять самое первое место, чтобы получить медаль настоящую и настоящую грамоту. Первый выезд ребят на всероссийские соревнования им запомнился. Сейчас пара собирается тренироваться дальше, чтобы радовать не только зрителей и тренера, но и своих главных болельщиков – родителей. Когда он был именно на самом турнире, он мне позвонил по ватсапу и показывал по видео, как там три этажа, сколько много было именно выступающих, какие красивые взрослые пары и детки тоже соответствуют. Я их не встречаю. Эта поездка изменила ребенка, я могу сказать, на 100%, потому что он стал более ответственным выбирать слова. Бальные танцы – полноценный вид спорта. Он требует невероятной выносливости, силы, физической активности и полной самоотдачи для достижения результатов. Когда мы выезжаем на турниры, обычно ребята выступают хорошо, и мы с каждого турнира приезжали с хорошими результатами. Занимаемся мы европейской программой – это медленный вальс, танго, венский вальс, фокстрот и быстрый фокстрот называется квикстеп. И латиноамериканская программа – это самбо, ча-ча-ча, румба, пасадоба, лиджаев. Добавлю, в настоящее время уже готовится к турниру «Снежная румба», который пройдет в городе Архангельск.